Всем привет! После последнего видео YouTube прислал уведомление, что теперь у меня 100 подписчиков, а значит это дело надо отметить. Ну, отмечать буду мороженым, но не простым, а домашнего изготовления. Есть у нас вот такой вот аппаратик, называется он Ninja Creamy и предназначен для приготовления домашнего мороженого. Сейчас я сделаю небольшой экскурс, какие вообще машины бывают, и потом сделаю обзорчик вот этой вот самой машины. Вообще существует три вида машин для домашнего приготовления мороженого. Первый вид это когда берется барабан-накопитель холода, охлаждается 24 часа в морозилке, после чего вставляется в машину, в него заливаются ингредиенты, это все запускается, барабан вращается, ингредиенты намерзают на стенках, и специальными лопатками это все, лед со стенок соскребается, и таким образом готовится мороженое. Достоинство таких машин это низкая цена, но недостаток состоит в том, что между закладок порции нужно 24 часа замораживать барабан. Второй тип машин работает по тому же принципу, только вместо предварительно замороженного барабана используется морозильный агрегат. Таким образом можно делать несколько закладок подряд, ну а недостаток таких машин это цена. Ну и третий тип машин, к которым относится в том числе и Ninja Creamy, это машины, в которые закладываются предварительно замороженные ингредиенты, после чего они специальным ножом строгаются и перемешиваются до консистенции мороженого. Изобретен этот метод был в 80-х годах прошлого века швейцарским инженером, который для строгания и перемешивания замороженных ингредиентов использовал сверлильный станок. И я подозреваю, что дело было примерно так. Ммм, достичь фантастичь, надо енда запатентовать. В общем идею свою он запатентовал, а поскольку был инженером, а не бизнесменом, продал патент инвестору, который смог построить на этом бизнес. Ориентироваться он решил на рестораны и выпустил машину, которая стоит 6,5 тысяч долларов. Называется она PacoJet и производится с 1992 года. И в 2017 году срок этого патента истек. И американская компания Shark Ninja решила попробовать сделать гораздо более дешевый вариант этой машины для потребительского рынка. Рассмотрим теперь этот аппарат вблизи. Поставляется он сам аппарат. Три вот таких вот чашечки и вот эта штучка. То есть аппарат не имеет никаких органов управления, где бы то ни было, кроме передней панели. То есть спереди тут показывает, что надо устанавливать. Индикатор прогресса и разные программы. Снизу показано, что устанавливать чашу сюда, поворотом ее блокировать. И кнопка отпускания при повороте. Она блокируется и поднимается. При нажатии опускается. Сами чашки вот такие. Здесь написано, что это максимальный уровень, до какого заливать. И тонышко у них вот такое интересное, с такими пупырками. Ну и собственно вот эта вот штучка, можно сказать, одна из самых основных. В ней отверстие для этих самых пупырок. Ставится она вот так, без крышки, естественно. И пупырки попадают туда, предотвращая проворот чашки. Ну и закрывается это все крышкой. На крышке здесь написано замок, который отсоединяет вот эту лопатку. Здесь сделана пружинка и две удерживающие пластиковые защелки. Ну и собственно сама лопатка, которая строгает замороженные ингредиенты в мороженое. Что интересно, имеет интересный дизайн. Здесь видно три выступа. Здесь тоже три. Но если с этой стороны смотреть, то тут как бы видно три. А тут два, потому что они смещены относительно друг друга, чтобы проходить везде. Ну и теперь заглянем снизу. То есть видно, что шлицы. Шлицы под наклоном. И тут тоже есть шлицы. И еще это дело магнитное. Все нужно для того, чтобы когда мы устанавливаем это все дело сюда. Вот там за счет пластиковых таких штук. Вот это вот открывается. И нажимается. И ножик отсоединяется. И вот чтобы он не упал. Магнитное. А в процессе, когда работает уже, оно за счет того, что крутится в другую сторону, оно его поджимает и не дает лопатке свалиться. Как устроено это все внутри, можно посмотреть на картинки от производителя. И как можно заметить, сходство со сверлильным станком определенно есть. Большой мотор через шестеренчатую передачу вращает вал. И маленький мотор, такой же, как стоит в шуруповертах, этот вал опускает и поднимает. Теперь поговорим про смесь. Из чего готовится смесь и как? Из каких ингредиентов? В общем, самый простой вариант. У них здесь сразу же написан в листике подсказки. Столовая ложка крем-сыра. Одна третья чашки сахара. Три четвертых сливок. Одна чайная ложка экстракта. Одна кружка молока. И одна четвертая. Это optional. Это если орешки добавлять или что-то еще. И кто думает, что ложки и чашки есть на каждой кухне, большой привет Данни Крастеру, то он глубоко ошибается. Потому что если взять, посмотреть, одна чашка, то эта чашка имеет четко 236 миллилитров. А три четвертых чашки имеют 177. И даже ложки. Ну, у меня те без меток. А на этих вот полстоловой ложки это 7,33. А полчайной ложки это 2,46 миллилитра. Так что это тоже еще те меры измерения. То есть что надо сделать? Вначале крем-сыр. Одна столовая ложка. Его надо в микроволновке. Секунд 10-15. Я его потом вот на той тарелочке поставлю в микроволновку. Дальше. Одна кружка молока. Молоко у нас такое. Один галлон. Whole milk это 3% где-то жирности. Наливаем одну чашку. Потом сливки. Да, сливки это для взбивания. Отличаются они тем, что у них в составе есть какой-нибудь желирующий агент. Вот здесь это вот это вот ерундовина. Бывает еще карагинан. Может еще что-нибудь быть. Их 3 четвертых кружки. Теперь какой-нибудь ароматизатор. У меня будет ваниль. Одна чайная ложечка. Сейчас пойду крем-сыр в микроволновке погрею. Погрел сыр. Теперь он стал совсем мягким. Легко набрать на венчик. И разболтать. Все это дело. Ну и теперь как последний ингредиент. Одна третья чашка сахара. И сахар я сыплю медленно, помешивая, чтобы он там растворился, а не осел на дно и сидел. Буду надеяться, что достаточно перемешал все. Теперь это все закрывается крышечкой и ставится в морозилку. Берем чашку. Вставляем его в эту штучку. Дальше берем ножик. Ставим его сюда. Это все закрывается. Вставляется в аппарат. Включается и выбирается программа. Сейчас я выберу мороженое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот что плохо у этого аппарата, что нельзя сразу сделать респин. Потому что с первого раза текстура получается немного такой... Как будто с такими комочками. Но со второго раза выходит все отлично. Второй раз респин, мне кажется, он немножко по-другому работает. То есть быстрее крутит. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока!